всех приветствую сегодня хочу немножко рассказать дополнить вернее о коксоартрозе и добавить о артрите зашел вчера случайно к человеку с артритом который избавился от артрита написал что я избавился от коксоартроза и поставил ссылку на свой канал он почему-то отрицательно среагировал на это вроде как я свою рекламу под его видео поставил но это дело его конечно лично я не против ради бога я зашел и удалил свой комментарий вместе с ссылкой это его дело если он так считает что это реклама значит так оно и есть я например не против если кто-то ставит у меня под видео ссылки с подобными вещами которые могут помочь людям но естественно надо иметь совесть одного человека я запретил ему ставить комментарии потому что он вместо комментариев он просто постоянно ставил ссылки свои люди заходят хотят почитать информацию но вместо информации они видят они одну и ту же ссылку поэтому я считаю совесть надо иметь если вы поставили один раз ссылку на какую-то информацию ради бога это нормально но если вы будете делать так постоянно люди кроме ссылок ничего не будут видеть поэтому думаю так нехорошо есть ну я решил ответить этому человеку не знаю как его звать я поставлю ссылку под моим видео на его канал он избавился от артрита потому что я когда тоже искал оксоартрозии я частенько попадал на артрит и допустим кто-то может быть ко мне попадает с артритом поэтому под видео я поставлю ссылку на его канал спрашиваете его как он избавился но когда человек естественно отрицательно отреагировал я не стал его канал изучать поэтому интерес пропал если у вас артрит нажмите на ссылку так ссылка для пожилых людей я знаю что такое это компьютер это довольно сложно я когда начинал я и до сих пор да на по сегодняшний день так называемый чайник сейчас попытался свой канал как-то улучшить но это действительно все очень сложно многих вещей я просто не понимаю сейчас подписался там на парня который объясняет как это делать я попробую конечно но я понимаю что это для меня сложно что такое ссылка попытаюсь объяснить русским языком для пожилых людей это там вот под моим видео где допустим я пишу все мои видео по ссылке и там идет такая береберда циферки буковки и так далее вот это есть ссылка нажмите вот на эту береберду наведите и вы попадете на мой канал где все видео и там выбираете видео нужные вами можете смотреть также будет на этот канал где он избавился от артрита еще ниже я дополнительно напишу просто артрит и поставлю ссылку будет та же самая информация теперь хочу дополнить о коксоартрозе артроз для опять же спрашивают сколько процентов три процента три процента 3 процента перекись водорода как я уже говорил если у вас грубая кожа вы первый раз просто намочили все нормально вы можете конечно время увеличивать и так далее почаще это делать там три раза в день если у вас вы понимаете что у вас нежная кожа попробуйте разведите водой скажем возьмите два кубика 2 миллилитра перекиси водорода и скажем 4 миллилитра воды попробуйте разбавить так или еще больше воды то есть вы пробуйте у всех кожа разная как я уже говорил поэтому как как ваша кожа поведет себя я не знаю попробовать надо посмотреть что происходит если все нормально можете делать если не нормально не делайте ищите другие средства читайте под видео где коксоартрозе я рассказываю там обычно все комментарии и ссылки ставят именно на эту тему кто-то избавился просто гимнастикой кто-то там народными средствами избавился кто-то еще чем-то просто не поленитесь полистайте все комментарии почитайте может быть найдете какую-то ссылку вам полезную для пожилых людей повторю это такая береберда там такие циферки буковки черточки и так далее это весь называется ссылка ночью еще хочу добавить какие еще вопросы шея проценты на шею я не показывал как делать компресс но это принципе то же самое там даже мне спрашивают как как салофан как бумажку ну я не знаю как еще объяснять салофан потом вот это вот носовой платочек сверху потом полили и потом платочками именно положьте на кожу надеюсь сейчас я понятно объяснял что опять же спрашивают только вроде уже показал не знаю может быть совсем старые люди до них тяжело я понимаю им очень тяжело и еще раз повторюсь салофан потом платочек но сначала попробуйте даже спрашивали как делать вакуумный массаж вакуумный массаж что такое вакуумный массаж это вакуум сделайте свои ладошки просто-напросто такое небольшое пространство это есть если вы будете хлопать по суставу будет своего рода вакуум таким же образом вы увеличите кровообращение всего лишь навсего разотрите кожу помассируйте хорошо потом похлопайте хорошенько чтобы у вас все немножко покраснело прям покраснел сустав если он покраснеет значит это у вас там кровообращение сейчас хорошо если первый раз разбавьте попробуйте все нормально уменьшите количество воды побольше перекись еще попробуйте доведите просто если уже просто перекись вам ничего не происходит с кожей значит делайте без без воды всего лишь навсего ну пожалуй на этом все с наступающим всех новым годом ну тем не менее пишите в комментариях если еще будут вопросы я буду стараться как всегда отвечать на ваши вопросы там если профессора не мувакина я первых видео своих произносил неправильно фамилию я произносил и без какой-либо задней мысли просто у меня так проще вылетало наверное я вообще об этом не думал сейчас мне в комментариях пишут вот ты неправильно произносишь фамилию иван палыча проявляешь какое-то неуважение как вообще как человек каким местом думает как я могу проявлять человеку неуважение благодаря которому я избавился от болезни если я неправильно произнес фамилию это ни о чем совершенно не говорит я не знаю чем людям такое ощущение не чем заняться я хочу сказать проще этим людям наверное скажу проще девяностые годы я жил в северном казахстане поэтому вот эти вот комментарии если кто-то чем-то как-то хочет меня зацепить я просто тем же языком скажу который при мне там присутствовал не по барабану совершенно совершенно я могу просто удалить я могу грубо ответить я как угодно могу ответить я могу так ответить что у вас уши завернуться если я живу в германии не значит что я такой совсем добренький и вежливый я нормальный человек поэтому конечно со временем я намного добрее стал проще и так далее поэтому и делюсь своими видео чтобы у кого есть проблемы чтобы они избавились потому что я действительно долго искал это очень тяжело было в ю тубе такой бардак творится там столько видео и что-то найти нужное иногда очень сложно я прекрасно понимаю если кому-то помогает обязательно пишите в комментариях если вам помогла помогло другой человек прочитает узнает об этом то он тоже может быть попробовать и может быть ему поможет поэтому не поленитесь сделали до несколько дней или может быть через месяц вам поможет вам помогло не поленитесь зайдите опять ко мне напишите в комментариях что вот так вот так вам помогло может быть еще кому-то поможет разве плохо если какой-то человек избавиться еще от этой проблемы все прекрасно знают что эта проблема серьезная когда ходить проблематично двигаться проблематично если у меня 7 суставов было то вы представляете каково мне было двигаться ну на этом пожалуй все всех с наступающим еще раз новым годом надеюсь следующее видео со звуком хотел сказать я попытался мне там сказали что звук слабоватый я еще снимаю на мобильный телефон поэтому ну как-нибудь увеличиваете звук там на компьютере или колонки или наушники оденьте если звук слабоватый я вчера попытался увеличить звук youtube опять обновился те видео где показывают как увеличить громкость они уже не актуальны и поэтому я просто не смог этого сделать как я уже сказал я тоже чайник в компьютере мне все очень там довольно сложно дается на этом все всем здоровья не болейте удачи